Курс, который был рассказывать, называется «Полужёсткие процессы квантовой хромодинамики». Такие процессы наблюдаются на различных коллайдерах. Первый успех их описания, наверное, был на установке Гера. Сейчас они наблюдаются на реке, на LHC и, в принципе, практически везде. И чем больше будет энергии, тем больше будет таких процессов. Поэтому их описание, по-моему, важно. И у нас мы как-то в курсе КХД о нем не говорим практически. Поэтому я о них расскажу здесь. Ну, давайте начнем. Первое – это определение, что такое положение в процессе. Значит, это такие процессы, в которых существует два масштаба энергии, очень сильно разнесенных между собой. А именно, существует, как правило, этой энергии в системе центромасс С, которая много больше некого другого масштаба. А то я его буду называть Ку-квадрат. Вот. Сейчас я немного подробно расскажу. И этот Ку-квадрат много больше лямда КХД. То есть лямда КХД – это характерный масштаб, на котором константная связь с сильной взаимодействием становится порядка единицы. То есть лямда КХД – это что-то типа 2300. Поэтому, если это 2300МФ, это, может быть, очень большим, какие-то ТЭВы, то это ГЭВы, скажем так. Вот этот масштаб у квадрат-промежуточной – это масштаб, который будет находиться в элементе константной связи. То есть любая амплитуда, вычлененная вот в такой области, ну или сечения, оно будет выглядеть как-то так. Это сумма, значит, альфа G от кухоня. Дальше. У нас степень N. На какие-либо коэффициенты N. N, вообще говоря, там, я не знаю, от нуля до бесконечности. Это обычная формула, которую мы имеем. Разложение в рядной теории возмущения. Что здесь изменяется? Изменяется то, что у нас появляется один безразмерный множитель, а именно S на КВ. В результате некоторые члены этого ряда будут усилены логарифмами S на КВ. Вот. Скажем... В этом порядке теории возмущения есть члены усиленной логарифмом, есть члены усиленной логарифмом. Те члены, которые усилены логарифмами, вот в таком пределе логарифм может быть велик, и поэтому они главные. И мы суммируем только их. Остальные члены без ногорифм мы не сумим. Значит, это А также можно продолжить. Это будет сумма, там, СН, скажем, первая. И так далее. То есть, чем отличается вот этот член на каждую степень логарифма на одну Альфу больше? Альфа – это, ну, причина меньше единицы, поскольку у нас есть это неравенство. Поэтому это поправка. Вся вот эта сумма к вот этой сумме. А в ряде есть член без Альфа-Эс, n равно нулевое? Ну, это зависит от процесса, на самом деле. Скажем, если вы считаете единицы-минутые являются возродными, это у вас без Альфа-Эс. Ну, если другой процесс, то он с Альфа-Эс начинается. Сегодня я буду рассказывать общую структуру, начиная со следующего раза. Я буду писать конкретные формулы с коэффициентами, выводить что-то. Вот. Вот такая сумма для сечения называется главное алгоритмическое приближение. Главное алгоритмическое приближение. То есть это у нас большие логарифмы, мы берем их с тех же степенек, что константы связи. Вот это соответствует следующее загнаживание алгоритмического приближения. Вот. И так далее. Пока, насколько я знаю, в этой теории вычислен для некоторых процессов еще вот следующая поправка. И то для каких-то очень специфических процессов. Вот. А вот это было вычислено. Кто-либо из тех, начиная, вычислялся с 70-х годов. И сейчас используется вот это. Вычисляются первые работы были в 98-м году. И так далее. Ну и сейчас активно они считаются. Вот. И буквально, по-моему, в прошлом или за прошлом году вот бы появилось что-то следующее. Вот. Дальше. Это у нас сечение так выглядит. Понятно, что... Да, еще одна ремарка. Значит, скажем, если мы рассматриваем процессы глубокого неупругого рассеяния, то есть рассеяние электрон рассеивается на протоне. Вот. Что-то получается. У нас есть примерная, которая называется х-керкиновская, х-керкиновская. То есть х-керкиновская, которая называется х-квадрат на двострой слухой. Значит, ну, кто не проходил хромодинамик, я быстро расскажу. То есть это электрон рассеивается на протоне с передачей Q. Причем область такая, что Q квадрат минус Q квадрат. То есть это рассеяние. И Q большой квадрат половина. Вот. А P это импульс протона. В итоге мы можем сказать, что энергия системы центра массы, так, скажем... Тут я обозначал вес, но обычно, ну, вас будет интересовать вот эта система, в центре массы. То есть Q и Q. Здесь ее обозначают W. Но это неважно. Я хочу продемонстрировать некоторое утверждение. Это, соответственно, плюс Q. Введем квадрат. Это масса протона в квадрате. Везу Q в квадрате. Слюс 2P. В нашей кинематике, значит, масса протона пренебрежима мала. И S, так как S много больше Q квадрат, здесь мы можем всем привезти. И поэтому вот эта X-бьоркиновская Q квадрат на 2PQ, это все равно, что обратный параметр Q на Q квадрат. То есть, именно поэтому оположевские процессы еще называют процессами при малых X-бьоркиновской. Ну, или физика малых X. Вот так это оположевские процессы называют. Вот. Хорошо. Еще одно равенство мне нужно будет. То есть, S делить на квадрат у нас это... Лучше так. S делить на квадрат, это единица на X. Буклы бы я писать не буду, у меня других хексов уже не будет. По крайней мере, пока. Вот. То есть, мы суммируем, другим словом, алгоритмы единицы на X. С другой стороны, мы можем ввести такое понятие, как быстрота. Вот. Быстрота. ЕО обозначают Y. Значит, иногда это. Это псевдонастрота. Я сейчас про меня тоже скажу. Ну, это острота Q. Мы можем говорить, что это по определению 1,2 алгоритма. П0-П3. И, видимо, на взрыве 1,2 алгоритма. Вот. Что такое П0-П3? В системе дизяткера, если у нас есть ОС ручков, то это третья ось, Z. Наша частица летит сюда, там, сюда. Вот. У нее есть, ну, П0 это энергия, П3 это, соответственно, проекция на улице Z. Вот. Вот. Если частица находится на массе поверхности, мы, например, смотрим там какую-то конечную частицу, то у нас получается, что справедливо, ну, П2 равно Н2. И я хочу превосходить это выражение, потому что оно мне будет нужно в дальнейшем. Значит, я параметризую импульс вот так. СПС равно СПСН1, СПСН2, СПСН9. Такая атерметризация называется Судаковское разложение. Вот. Вектор АН1 это светоконечный векторат, который я определил так. АН1 это 1, это 1. АН2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. То есть одна вторая нужна для того, чтобы ЭН2 было равно делиться. Люди часто делают единицы на корень с двух, единицы на корень с двух. Мне так будет удобней по причинам нормировки, которые дальше будут. Вот. Соответственно, это третья ось. Это две перпендикулярные оси. И мы можем вот разложить любой вектор. Если вектор находится на массовой поверхности, то разложение будет такое. по плюс, скажем, я фиксировал. Это 1 на 2 плюс. Что? Законечный. Это 2 плюс. Значит, соображение такое, что, ну, конвенция такая, что вектор P-карпендикулярное это Лоренцкий вектор, а вектор P с вектором это инклинический. То есть, P-карпендикулярное квадратное... Вот. Если мы возведем P в квадрат, мы получим следующее, что P-плюс сократится, это всё умножится на 2. останется повеектор в квадрате плюсов в квадрате и повеектор вычтется останется масса то есть это веектор, это вещественная масса поверхности вот, для него можно преобразовать y таким образом это, соответственно, на второе сверху у меня стоит 2p+, а снизу у меня стоит p- вот, p- это вот это я это туда подставлю и у меня получится что-то на второе логарифм одно сторое одну вторую боку убрать и где-то плюс на против вот Так, это быстрота, да? Теперь, вот быстрота сама по себе, ну это не вариантная величина, а разность быстрот это быстрый вариант на величину Вот, это можно показать, в принципе, при прогнозовании творится, но на КХТ мы это, по-моему, пока не показывали Показываю я нашу бумажку Я хочу сейчас на этом снабжиться Значит, здесь у нас есть две частицы, они сталкиваются Скажу, у нас происходит вот такое толкование По этой частице она идёт по оси Z, у неё большой плюс По плюс, немного больше перпендикулярного Перпендикулярного, ну по минус тоже, да? По этой частице, соответственно, она идёт напротив, у неё наоборот, большая минус Нужно больше перпендикулярного Вот По этой частице, то тогда Дельта Ис 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 И если мы скажем, что нашу корречный импульс одного порядка, примерно и порядок у квадрата То у нас вот эта величина, это наше s Ну давайте Понятно, что это самый большой слайд S То есть это у нас порядка, собственно, 2 Вот, порядок То есть опять, разочный строк между вот частицами, которые у нас, ну, не налетают, а вылетают, да? Это как раз тот же самый нормальный рейтинг, по которому мы, скажем вероятно, повторяем Вот, поэтому я буду иногда писать вот s на q квадрат, иногда x, иногда y А у тебя b2 минус немного больше, чем b2 минус, наверное, да? b2 минус немного больше, чем b2 минус А по плюсу и энергию и модуль импульсами? Ну точно тому же А у вас здесь нет по минусу Они симметричны Если вы по минусу задали, то у вас по плюсу посчитался А по плюсу задали, по минус посчитался Вот Ну единственная возможность с точки до двойки, потому что Ну уже за этой двойки Но двойку можно Просто обычно Ну вот все, что считается, оно считается как дветящее сюда Вот так Хорошо Значит, дальше Вот давайте снова вернемся к этому ряду Вот предположим, что происходит на самом деле Люди считают предкоэффициенты cn, cn штрих и так далее Вот Ну понятно, что этих коэффициентов бесконечно много и все сосчитать не так просто А нам нужно просуммировать ряд Потому что, опять-таки, в такой кинематике у нас есть область когда αs квадрат на логарифм s на q квадрат То есть это число меньше единицы Это число, может быть, больше единицы Но в определенной кинематической области Поэтому вот эта вот штука может порядка рефиниться Вот Поэтому нужно суммировать именно весь ряд, а не только первые четыре Вот Как это делается? Делается это с помощью уравнений валюции Вот Вот Который сейчас искали Уравнений валюции Уравнений валюции Уравнений валюции Уравнений валюции Так Это были полужесткие процессы Определения Какие процессы конкретно сюда принадлежат Например Примеры Я их сейчас вот тут так схематично нарисую А потом я покажу некоторые картинки Наверное Вот Например Ну скажем Первый пример Это дифракционное рассеяние Или дифракционное рождение какой-нибудь частицы То есть опять-таки У нас есть глубоко неупругое рассеяние Вот Электрон Слетает Фотон У нас есть протон Вот И У нас происходит вот такой процесс Значит И тут Что-то Значит Некая система Х Частиц Вот тут Rapidity gap То есть Быстрота Вот этих частиц Очень сильно отделена От вот этих То есть Если мы Посмотрим На вот такую вот картинку Так сказать Условный детектор Вот тут у нас Y Вот тут у нас Значит И опять-таки Когда я говорю Y Это Кинематическая характеристика Псевдо-быстрота Это Угол Вот И Все частицы Пока В таком приближении Они в общем-то без массы Да Значит Вот тут был некий Обмен Глюонами Да Вот Ну Понятно Он был Гэп у меня между остатками протона и скажем вот этими двумя струями Да То есть в детекторе там есть что-то типа скажем вот это у меня Y Y Вот это у меня F Да F У меня меняется Это поперечный угол от 0 до 2P Y Это продольный угол Вот То есть у меня где-то тут вот две частицы А тут что-то летящее из протона Вот это то что летит в ту сторону Ну Ну То есть по протону Вот это то что летит по по электрону фактически Вот У нас есть Delta Y Ну вот это rapidity gap Что называется Так Быстрота и rapidity Да Я не сказал Для безмассовые частицы это одно и то же Поэтому Ну и все кварки как во всех расчетах вот здесь это легкие кварки и поэтому они это одно и то же В дальнейшем если будет там какая-то тяжелая частица это ну масса изменит соответственно определение вот то есть есть некий Дельта Y Чем он больше тем лучше потому что дельта Y это как раз то что как мы только что показывали это вот этот логарифм да Вот поэтому чем он больше тем больше вот тот логарифм который стоит вот в этом ряду Вот вот например такой процесс другой вариант например мы рождаем не струи ну струи может быть несколько Да Это я нарисовал две То есть это дифракционное рождение струй Вот Можно рождать не струи а скажем мизон там ромизон например да Дефракционное это означает что вот это все то есть дифракционное это когда у меня есть рапинтигап то есть такого типа Ну то что вот эти углы очень малы вот это все летит фактически по фотону вот там чуть-чуть изменив направление Ну можно это представлять вот так вот летит протон Энергии очень большие это такой блин за счет сокращения лоренцевского да вот летит фотон который сквозь этот блин пролетел и что-то тут вот высыпалось все летит вперед Практически вперед под очень малые углы То есть вот этот дельта игрек чем он больше тем он тем лучше то есть чем уже вот это все тем лучше для тем больше логарифм Вот То есть дифракционный процесс это процесс в котором я могу вот в этой коробочке четко выделить скажем вот эта область где что-то происходит вот эта область где что-то происходит а тут ничего нет Вот это в некотором смысле там дважды дифракционный процесс тут что-то произошло и тут что-то произошло если у меня протон остался протоном просто куда-то отлетел У меня тут будет один протон а тут там я не знаю три струи вот это как это single diffractive process вот это там double diffractive process Если у меня получилось так что картинка не такая а скажем вот такая то есть летела частица полетела дальше Какие-то глионы с нее слетели вот тут где-то в центре встретились и что-то родилось вот а тут ничего нет то картинка у меня будет вот такая Вот тут у меня одна частица условно тут одна ну и тут там три вот это центральная дифракция Вот это вот эти три вот у меня три частицы которые довольно узкой области быстрот очень сильно отделенной от области там быстрот близких пучку Вот так люди называют Вот и того не ну да это второй пример значит сейчас я расскажу почему вот этот процесс он Он полужесткий то да вот у нас есть какой характерный масштаб у нас есть масштаб вот энергии в системе протон фотон есть скажем q квадрат q квадрат вот это вот виртуальность фотона и она удовлетворяет этому условию Или есть скажем большая инвариантная масса хотя с большой инвариантной массой там в некоторых областях это вот она не может почему-то иногда так хорошо встать вот на это место логарифм Или у нас есть передача импульса то есть не нулевая т если у нас есть т которая вот Такого типа вот то опять таки то есть передача вот в этой области то наш процесс тоже полужесткий вот но как правило вот такие процессы они падают экспоренциально с т там что-то типа есть степени минус там какой-нибудь б на т Вот поэтому это такая довольно Быстрое падение получается вот это значит были дифракционные процессы потом Полные сечения собственно изначально это все как бы строилась для полных сечений Полные сечения так это вот значит дифракционные процессы Дифракционные процессы полные сечения Полные сечения опять-таки самый классический пример который все во всех вот статьях и учебниках пишут это фотон рассеяния света ну виртуальных фотонов значит друг на друге То есть у нас есть фотон у него есть Ку квадрат виртуальность Или у него или это рассеяние нет у него есть виртуальность Значит причем она есть здесь и здесь Ку 1 в квадрате и Ку 2 в квадрате Вот тут происходит вот что-то примерно такое же то есть Как правило потом рождает кварки Кварки обмениваются глеонами И так как Этот обмен вообще говоря начинается с одного глеона Да то у нас вот тут вот цветное состояние очень сильно растянутое по быстроте Вот и оно излучает различные частицы Тут получается очень много всего Вот но так как мы интересуемся полным сечением считается ну не амплитуда а сечение то есть это квадрат амплитуды да вот Вот и поэтому это вот полное сечение такого вида Вот пишутся как такие ряды Причем вот здесь дефрикционный процесс Процесс почему здесь имеется рапинтигап что называется а вот там не имеется Потому что вот это состояние оно бесцветное То есть это фотон бесцветный пролетел через этот протон и образовалось некое бесцветное состояние И поэтому в Т-канале нет цвета Вот и у нас просто вот обмен с квантовыми числами вакуума там нету цвета Поэтому этот объект не излучает Вот а вот здесь в полных сечениях естественно есть вклад который начинается с одного глиона Вот один глион цветной он излучает и поэтому он заполняет весь вот этот промежуток излученными глионами Вот и естественно что вот эти сечения они больше чем вот эти Это некий так сказать маленький вклад вот в полное сечение Я хочу сказать что вот быстрота вот этой вот этих частиц и быстрота вот этих частиц очень сильно отличаются Вот причем обмен при столкновении начинается скажем с одного глиона Вот этот глион цветная частица и мне если я не выгодно излучать глионы Потому что если я буду считать ну вот такие диаграммы каждая вот эта петля дает мне мой логарифм Каждая петля дает мне мой логарифм Вот а здесь вот здесь это амплитуда так вот и вот это вот то что здесь нарисовал это как бы две половинки вот этой диаграммы То есть тут в одной из половинок обмен идет с квантовыми числами глиона он начинает с одного глиона Ну это два там тоже есть но два это следующий вклад да там и три есть да и так далее вот но начинается это как бы с одного вот Нет там есть все да вот именно потому здесь написан весь ряд теории возмущений да там есть все но в вкладе который начинает с одного глиона Ну на один логарифм больше чем во всех остальных можно так сказать это если вычислить можно этом убедиться Это правильно поэтому я значит смотрите еще раз Амплитуда вот этого процесса вот это не процесс значит потон-фотон-фотон-фотон это процесс потон-фотон во все Вот вот этот процесс потон-фотон ну пусть даже там просто в тот же протон и три струи причем три струи имеют ну они в бесцветном состоянии Вот поэтому вот тут у меня начинается с двух вот если я возведу вот это в квадрат как я только что сделал да у меня тут тоже начнется с двух вот и Но так как я знаю что вот эта диаграмма То есть просто два глиона это как бы первый член два глиона со три глиона вот ну в смысле один излучение одного глиона следующий член двух глион следующий и так далее И каждая петля дает мне логарифм когда я интегрирую То мне недостаточно тут просто нарисовать два глиона это вот ровно тот же объект что и здесь но здесь его половинка и он появляется в сечении а там он полностью Вот за счет того что этот обмен бесцветный а этот обмен ну по факту цветной мы рождаем все Он только в сечении становится бесцветным вот я понятно объяснил ли не очень Нет когда я говорю что такого типа картинка я не говорю что вот конкретно это Я говорю картинка в которой которая начинается с 1 глионного обмена с излучения без излучения Хорошо я нарисую конкретнее Значит вот есть некая частица некая частица 1 глион такой вклад есть в полное сечение есть Значит вот такой вклад тоже есть так скажем вот такой Ну безусловно они там есть я просто не могу их все нарисовать все возможно это полное сечение вот по определению полного сечения это все возможные конечные состояния вот то есть плюс Плюс там я не знаю вот такие плюс на самом деле тут может быть несколько глионов там они могут как-то там и так далее вот это полное сечение то есть вот здесь вот этот объект который вот находится в канале он уже в амплитуде а там он в сечении этим отличаются дифракционные процессы поэтому если мы сосчитали этот объект каким-то образом Ну то есть вот функцию отвечающую такому-то канальному обмену то в сечениях она будет в первой степени входить а в дифракционные сечения она будет входить в квадрате Вот так это значит полное сечение опять-таки вот эти квадраты они дают нам масштаб для применимости теории возмущения вот так же как вот здесь это т или квадрат или масса или что-то вот такое вот или масса скажем мизона да если он родился тяжел Так полное сечение Так хорошо Дальше Вот это вот это дифракционное рождение струй а он зря я есть еще так называемые струи мюллера на вале скажем вот летит протон вот у него и звучит мир кварк мюллера А вот это на я думаю по-русски это все таки вот так звучит потому что по-французски это как-то так вот 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 то есть протон тут тоже например протон и кварк и вот здесь опять таки вот тот объект который я только что стер то есть глюон и различные Стру ну излученные глюоны да вот здесь что-то То струи мюллера на вале по определению это первые струи струи с максимальной максимально разнесенные по быстроте вот в этой картинке то есть первые из протона значит здесь ситуация такая вот есть протон Протон в сечениях мы описываем как структурная функция вот число скажем кварков протоне да вот мы берем оттуда один кварк и на этот один кварк вешаем вот эту глюонную лестницу отсюда тоже берем один кварк и вешаем глюонную лестницу и у нас получается вообще говоря Вот такая картина в которой много много струй да вот но у нас есть крайние струи по быстроте вот когда мы возводим в квадрат такую картину протон протон Значит тут как-то Когда мы возводим в квадрат мы интегрируем по всем внутренним струям по всему фазовому объему а вот эти держим вот и распределение по поперечным импульсам и по углам между ними ну вот на этой вот скажем картине да Такие вот угловые или там дифференциальные сечения если мы будем измерять то различные декорреляции поперечных импульсов вот этих двух струй они вот они измеряются они вычислялись вот тут ровно вот по этой всей машинерии Это не полное сечение это сечение это д сигма по д скажем у1 до у2 дп перпендикулярный 1 там дп перпендикулярных 2 то есть я проинтегрировал по всем кроме крайних Вот после чего вот тут у меня есть углы вот в этих векторах да я могу ввести скажем угол там я не знаю фи1 минус фи2 разложить вот эту величину по там в ряд фурье по вот этому углу Вот и у меня будут какие-то коэффициенты при там синусах косинусах да Потому что это меряется и это сравнивается с экспериментом она измерима да насколько я могу судить она измерима да вот Так дальше дальше так это было что-то типа 3 да вот 4 Значит 4 это пусть будут цикновения тяжелых уонов вот так Вот то есть например я покажу эту картинку у нас летит один ион ну или столкновение протонов при То что называют когда рождается кваргленная плазма да то есть вот летит одно ядро летит второе ядро они там столкнулись и что-то разлетелось Вот первые начальные как как это дальше можно считать когда они уже столкнулись получилось какое-то там состояние Например какие-нибудь корреляции конечных частиц вот Ну когда это большие ядра там какого-то конкретно это не важно там или множественность какая-то смотрится или смотрится там На самом деле они даже смотрят там поток энергии куда-то вот в какую-то область вот По Можно так сказать что вот они столкнулись и у нас потом как-то вот частицы разлетелись там не знаю какая-то вот ну там их очень много и какая-то вот какое-то распределение вот здесь есть да вот Ну параметры вот этого распределения в принципе можно как-то считать вот Ну по быстротому углам да вот но это как бы на начальном этапе столкновения вот при построении волновой функции вот этих вот скажем ядер да там Там можно Ну так можно вот там используется вот эта техника а дальше после столкновения там начинаются какие-то гидродинамические процессы и это уже другая область Почему да почему он полу жесткий Значит потому что очень много Нуклонов и характерная энергия на нуклон она ну не очень велика в этом смысле Я лучше я так скажу вот как строится вот эти глюонные лестницы вот скажем у нас протон протон Я ее только что рисовал слетел глюон с Ну с одного из кварков да вот дальше с глюона скажем слетел еще один глюон и так далее Получилась вот такая вот лестница причем мы знаем ну из КЭТ из мягкофотонного приближения что Ну энергия каждого из последующих излученных глюонов она ну много меньше чем энергия предыдущего То есть это основной вклад в таков в волновую функцию вот такую И мы строим начальные условия для вот этих всех гидродинамических моделей как вот такого рода большую волновую функцию Здесь Я сейчас объясню откуда это взял да что ты можешь кленами Я их могу испустить с кварковой линии точно так Вот отсюда Ну например Я сейчас буду об этом говорить Я имею в виду что тут есть все такие вклады Я имею в виду что тут есть не одна лестница много То есть есть одна лестница Есть вторая лестница Эти лестницы иногда сливаются и дальше вот скажем не идут Иногда это вот отсюда значит лестница и так далее Лестница это некий подкласс, подкласс диаграмм какой-то из всех возможных, правильно? Почему ты говоришь? Ну то есть есть утверждение какое-то что этот подкласс он дает главный вклад У меня немножко по плану дальше Ну тогда это будет последний пример и мы дальше пойдем Значит 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 Вот Потому что я только что уже рисовал С нее может слететь и скажем еще один Да С такими же Такая еще одна такая лестница Я вас веду в квадрат, но у меня будет две лестницы Вот Это Так Вариант Однако Может случиться вот такой процесс Что глюоны Так сказать Рекомбинируют Вот дальше эта лестница не пойдет Они схлопнулись Вот А эта пошла Потому что где-то тут есть вторая частица С которой она рано или поздно провзаимодействовала Вот Вот Если я вот такое буду возводить в квадрат То что я получу Получу я следующее Может быть Значит Вот я Ну я могу сразу ответ нарисовать Получу я вот такое Вот По факту То есть Ну снизу понятно Вот оно да Сверху у меня Вот эти Могут Так сказать Сойтись Тоже с излученными с дальней линией С сопряженной амплитуды Могут Со средними сойтись Тогда Ну грубо говоря вот эти Привяжите сюда А эти сюда Ну то есть это будет довольно много диаграмм Это не одна диаграмма будет Утверждение состоит что все такие диаграммы Они Вот Я говорил что каждая петля дает мне логарифм с Да Вот А тут у меня Раз логарифм с Два Три и так далее То есть Всевозможные такого рода диаграммы Они По факту дают вклад вот в такой ряд Вот в этом стоит подтверждение Можно меня спросить а вот Где там полужесткий масштаб Да 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 Ну я могу сказать что даже если я Ну как Основной вклад Вычисление вот такой вот диаграммы Ильев тех которые я там рисовал Ну дают Дает область упорядоченный быстро Вот это правда Да Потому что Потому что Ну При каждом излучении глюона Мы получаем Ну В сечении по факту некий фактор Типа д омега на омега Который Так как У меня все летит очень быстро вперед Равен Д П плюс на п плюс Вот И Я интегрирую Рано или поздно в сечение его Он мне дает некий логарифм От одного п плюса до второго п плюса И так далее Ну и это Эти интегрирования Я вообще буду делать Так сказать Аккуратно Поэтому Я не хотел Как бы сегодня Конкретно Их делать Вот Просто Это лестница Откуда есть лестница Что это за лестница Эм Как там страх Ну Ну Это для людей Которые нахватят Да Значит Утверждение мое Которое я пока Вопросов Много Да Потому что У тебя вот эти лестницы Это еще тоже Я тебя спросил Это как-то привязывает к конкретному Калибров То есть Других калибров Ну Ну Во-первых Я же сказал Я же сказал Ну Вот Когда я вот здесь говорил Это полное сечение Все Возможные диаграммы Дают вклад То что я их рисую лестницами Ну вот мне удобно рисовать лестницами У меня они отсюда слетают И я открою все диаграммы Туда Амплитуда в этом смысле Это калибровочная Вариантная величина Мне не важно В какой я калибровке буду считать Во всех этих диаграммах У тебя не будут упорядоченные частицы Так что по небольшим логарифмам Давай Значит Я могу выбрать калибровку В которые они у меня будут упорядочены И будут давать основной вклад В любой другой калибровке Ответ будет тот же самый Только Диаграммы Которые конкретно будут давать этот вклад Они могут отличаться Это правильно Да Вот Я буду конкретно Выбирать цветоконусную калибровку Но об этом Так сказать И в ней конкретно считать диаграммы Ну Наверное Начинается с следующего раза Вот У кого здесь тоже возникает такой Упрос По-моему, естественно Ты хочешь Это же все Ты рисуешь диаграммы Фактически в теории возмущения Правильно? Да Вот То есть в теории возмущения У тебя Так Бесконечное Бесконечное Число диаграмм Ты их суммируешь Вообще На каком основании Ты это делаешь? Понятно же Что у нас зря теория возмущения Он Синкратический Да Не говоря даже про то Что там вот эта диффузия Я об этом расскажу Про диффузию Значит То, что ряд тех Возмущения симпатических Вряд ли преодолеть здесь Вот Значит Что вам показалось Его обрезку Каком-то вообще На самом деле Что я сделал Вот здесь Я Если хочешь Его обрезал То есть я взял только Некоторые члены Усиленные алгоритмы Вот Остальные выкинул Во-первых Да Есть утверждение Что вот На некотором В некоторой области быстрот Это главный вклад В другой области быстрот Это не главный вклад Возможно Да Об этом я В общем Поговорю Я надеюсь Да Нет Это кусочек того симпатического ряда Так Он Ну вот этот Мы просто сочетаем сумму Конечно Я и написал до бескочести Вот эту сумму посчитаем Вот эту сумму Я о ней поговорю С ней есть проблемы В том что На самом деле Если Ее нужно аккуратно суммировать Так сказать Аккуратно выбирая Правильный скажем Коэффициент Вот тут при Ку квадрат И делая много Других Так сказать Нитривиальных действий Если это сделать То она тоже суммируется Да Если сделать наобум То тут в принципе Можно получать Чуть ли не комплексные числа Да Вот Да Я и говорю Что вот аккуратно Выбирать коэффициент при Ку квадрат Аккуратно выбирать схему перенормировок Вот И в конце концов Аккуратно Вот просто суммировать Вот То есть Что касается Следующего члена Он Я еще раз говорю Это покрыто тайной Вот такой Вот Причем Основные Такие Проблемы Они Связаны С Тем Что Кхд Имеет Ненулевые бета-функции Вот тут самые Такие вот члены Которые Не очень Тривиальные Они Пропорциональны Бета-функции Я имею в виду В сумме Когда вот ее суммировать Нетривиально Вот 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 Естественно Да Вот То есть Опять-таки Вот эти коэффициенты Я их написал константами Это не константы Сечение Там оно зависит от каких-то импульсов Там от еще чего-то То есть все эти импульсы сидят вот здесь И Вот эти q-квадраты Тоже некий комбинации из импульсов Которые вот Там Вот Да Если у тебя происходит изменение Тоже на форексов То совершенно очевидно Что здесь не будет по всей этой картинке притурбативного Не будет какого-нибудь еще некого притурбативного флана Да будет наверное Я просто Тут есть некое утверждение Да Утверждение состоит в следующем Что есть Значит Хорошо Что вот на это вопрос ответить Я лучше нарисую ответ Вот Ну Давай я его Попробую ответить через пять минут Я Не Он уместен только через пять минут Потому что Чтобы мне ответить Мне нужно нечто сформулировать Вот Я его и сформулирую Вот Значит Вот я говорил что Вот эти ряды суммируются с помощью уравнений эволюции Вот А какие уравнения эволюции Уравнения эволюции Как правило пишутся они не для сечения А для каких-то функций грина Которые если мы их на массовую поверхность Ставим Сворачиваем там с чем-нибудь То тогда это превращается в сечение Вот Значит Значит Поэтому я напишу скажем Д Ну Ж Это будет моя функция грина Да Функция грина Если мы посмотрим на вот эту вот скажем картинку На вот такую картинку Да Вот тут Все что там внутри Из него скажем торчат вот глионные ноги Скажем даже вне массы поверхности вот какие-нибудь Вот это будет моя функция грина Зову ее уже Это набор амплитуд С определенными нужными мне квантовыми числами Как например Ну вот тут я сейчас рисовал дифракционность Значит Рождение То есть скажем у меня вот тут вакуумное число Квантовое число вакуума Тут квантовое число вакуума Вот А тут все возможные диаграммы Которые мне их могут дать Вот Их То есть Чтобы мне получить сечение Или там амплитуду Да Мне нужно Вот тут у меня торчит импульс П1 П2 П1 штрих П2 штрих Значит Почему я рисую два импульса Потому что с двух импульсов начинается Меньше двух импульсов Я не могу положить Мне нужно два глиона Чтобы было бесцветное состояние В принципе я могу рассматривать Не обязательно бесцветный обмен Какой там Октетный обмен Еще какой-то Вот Но это Детали То есть Здесь я должен Приделать На диаграммном уровне Некую Вот То что я там рисовал Вот протон Был Например Вот он как-то Во что-то Во что-то Перешел Да То есть как вот эти глионы Прицепились конкретно К протону Это адронный Матричный элемент Который Ну я посчитать Я сам делал не могу Вот Я могу взять некую модель И свернуть Вот по импульсу П1, П2 С моей функцией грин Если у меня скажем Фотон Вот То Вот этот кусочек Я посчитать могу Он начинается Просто с Кварковой пары Я предел Значит Я цепляю глионы На вот эту Кварковую петлю И Беру интеграл П1, П2, П1 штрих, П2 штрих Я получаю сечение Вот Но В случае Значит Дефракционного рождения Я смотрю Амплитуду В случае полного сечения Я смотрю сечение Вот Я к тому Что функция грина О которой я буду говорить Это вот Все те глионные диаграммы Которые вот Есть в этой канале Вот А как уж они вот тут Прицепились Это Сюда не входит Вот То есть Это была амплитуда Или сечение Или что-то еще Так Значит ДЖ по Д Это Игрек Равно Некое К на Ж Я напишу Скажем Вот так Альфа С Плюс Альфа С Квадрат К Один На Ж Плюс И так далее Плюс Плюс Альфа С К Один Один Ножи 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 И так далее Значит Что Это общий вид Уравнение эволюции Почему он такой Что такое Здесь Значит Значит К Игрек Я уже Определял Это быстрота Моя функция Грина Ну у меня Из нее Торчат четыре ноги Если хочешь Ну это быстрота Ну вот этих частиц Минус этих частиц Быстрота То есть это разность Быстрота Дельты Да Потому что быстрота Сама по себе Еще раз Инвариант Только разность Частое быстрота Да Вот Значит Ж Это функция Грина И К Это некие Операторы Которые считаются Из диаграмм Операторы Мы Посчитаем С вами Вот этот Вот этот И Может быть Какой-нибудь Еще Вот Значит Что это за Операторы И что Что Смысл Вот этого Выражения Вот если мы Посмотрим На такой ряд Да Быстрота Ну вернее Разность Быстрота Которую я говорю Это вот этот Логарифм Да Если я Продифференцирую Вот свое Сечение По вот этому Логарифму Да То я получу Снова такой же ряд Ну Только На единичку Меньше Будет степень И коэффициенты Как-то изменятся Вот эти С Да Вот Утверждение состоит В том Что на самом деле Вот когда я Продифференцировал Тот ряд Который получится Я могу Представить Как Исходный ряд Со слегка Модифицированными Коэффициентами Вот эти операторы Они фактически Модифицируют Мой коэффициент Вот В этом ряду Ряд у меня Бесконечный Поэтому Значит Я так могу Сделать Вот И понятно Что Если Я Перемножу Два таких Ряда То у меня опять-таки Будет ряд По логарифмам Да Поэтому Вот в этой Вот Сумме У меня есть Члены Как линейные По моей функции Грина Так и нелинейные Есть там С функциям С двумя С тремя Там И так далее С различными Там Функциями Грина Вот Значит Как это Я останавливаюсь Там Где я уже не могу Идти дальше Значит На сегодняшний день Посчитано Вот это В 70-х годах Посчитано Вот это В 90-х годах Посчитано Вот это В конце 90-х годов Посчитано Следующее Вот я говорю Вот буквально Совсем недавно И то Для Вот Каких-то Особых случаев Вот Причем Следующее Вот Вообще Следующее С Альфа С в кубе Все нелинейности Там Для определенного Оператора Вот Для определенной Функции Грина То есть Посчитаны Вот эти Вот К Значит Теперь То есть К Вычисляются С диаграмм Мы Вычислили Некие диаграммы Написали Коэффициенты Как Меняется Этот ряд Предифференцирован Вот После чего Это Уравнение Вообще говоря Эти К Можно Ну это Кит-операторы У них есть Собственные Числа Вот У них есть Собственные Числа И если Мы Рассмотрим Вот этот Кусочек Да То Как будет Вести себя Функция Ж При увеличении Быстроты Мы Должны Взять Максимальное Собственное Число Этого Оператора Вот У нас Уравнение Получается Просто Ну вот Это уравнение На экспонент Да Это уравнение На экспонент Поэтому Ж Будет Совести Так Будет Пропорционально Е В степени Альфа С На максимальное Собственное Число Этого Оператора Я его Назову Хи Там Ноль Например Вот На Дельта Игрек Вот То есть Вот так Ведет себя Функция Грина Если хотите Сечение Когда мы Смотрим Полное Сечение Когда мы Решим Вот это Уравнение Мы его С вами Постараемся Решить Вот Найти Конкретно Вот это Вот Максимальное Собственное Число И написать Вот эту Формулу Точную Поэтому У меня Получается Что Мои Сечения Растут Как Да Ну конечно Поэтому Я написал Не равно Я могу Значит Сказать Что Значит Вот этот Оператор Он какой-то Сложный Оператор Я могу Еще раз Я могу Перейти Найти Его собственные Числа Я всегда Могу сказать Что у меня Этот Оператор Перейду В пространство Собственных Функций Перешел Там Это просто Экспоненциальное Уравнение Решил У меня Вот тут Будет какой-то Префактор Сложный Сложный Но В зависимости От Y У меня Однозначно Определиться Этим Экспоненциальным Уравнением Но она Будет Вот такая Нет Разумеется Значит Это К Не зависит От Дельта Y Вот Это Главное Логарифмическое Приближение Потому что Если я Разложу Вот эту Экспоненту В ряд У меня Получится Вот этот Первый Член Который Главное Логарифмическое Приближение Если Я Вот С этим Буду Работать Так же У меня Получится Плюс Альфа С Квадрат И на Что-то Еще На Дельта Y Это У меня Будет Следующий С Главным Приближение И так Далее Значит В рамках Главного Логарифмического Приближение О котором Мы будем В основном Говорить У нас Ка Не зависит От Y Это Мы Увидим Когда Будем Его Конкретно Находить Вот Но Что Я Хочу Сказать Хотел Сказать Что Сечение Соответственно Оно Ведет Себя Как Вот Это Y Это У меня Логарифм Q Квадрат Делить На S Ну S Делить На Q Квадрат Соответственно Это Будет S Делить На Q Квадрат В степени Альфа С Хин Там Ноль Какое-то Да Вот То есть Вот Такого Вида Сечения Такие Зависимости От Энергии У сечения Предсказывает Вот Линейная Часть Уравнения Так Линейная Часть Уравнения Вот То есть Сечения Растут Степенным Образом Это Некое Число Которое Собственно Число Мы Найдем Вот Значит Сечения Не могут Бесконечно Расти Существует Теорема Фруассара Которая Говорит Что Которая Говорит Что Значит Сечения Как Функция Энергии Могут Расти Небыстрее Чем Логаризм Квадрат С С Каким Коэффициентом Типа Там Я Посмотрел 60 Милибар Вот Мы Чем угодно Я могу Чем угодно Обезразмерить Меня интересует Рост При Больших Больших С То есть Главный Флот Это С А Вот Это Будет Поправка Вот Ну Я не знаю Квадрат Можешь написать Тогда Тут Надо Будет Аккуратно Ну и что У меня У исходного Фотона Иску квадрат Ну Например Некий Масштаб Вот Значит Вот Есть Такое Утверждение Которое следует Из Унитарности Возможно Мы его докажем Или Фаген Доказывал Доказывал Но Нужно Как Доказывать Ну Мы подумаем Короче говоря Вот есть Утверждение И вот Это Утверждение При Достаточно Больших С Оно Ему Противоречит Вот Поэтому Понятно Что вот Если мы Линейное уравнение Будем и дальше Вот так Сюда Вот Поправки Считать То Единственное Что мы Получим Это Вот Мы Изменим Степень Вот В этом Законе Да Вот А Вот Такие Нелинейные Члены На самом Деле Могут Нам Изменить При Определенном Знаке Вот Тут Вот Ну И Определенном Виде Вот Этого Оператора К1 1 Изменить Поведение И в итоге Наше Сечение Сечение Это Что С Да Вот Тут Оно Ну это Какая-то Низкоэнергетическая Область Там Вот Что-то Есть Я Этого Не знаю Вот Оно По идее Растет Как-то Степенным Образом Но Начиная С какого-то Момента Оно На самом Деле Выполаживается Вот Как только Начинают Работать Вот Эти Вот Нелинейные Члены Вот Да То есть Вот это Степенной Рост Сечений Который Дает нам Линейные Уравнения Вот это Вот Такого Типа Ну Явления Когда Нелинейные Поправки В уравнении Прекращают Рост Наблюдаемых Величин Называется Насыщение Вот И Если мы Посмотрим На те Картинки Которые Я рисовал Вот Буквально Недавно Скажем Картинка Вот Такая Картинка Вот Такая Если Я ее Нарисую Как Ж Да Вот Когда Я к ней Добавляю Некую Глеонную Петлю Я получаю Вот Такого Типа Уравнения То есть Скажем К Это Оператор Который Добавляет К моей Ж Вот Одну Петлю Вот Это Мое Уравнение Линейное Если У меня Картинка Выглядит Вот Так Значит Тут Вот Какой То Вот Значит Да Это Ж Это Ж Это Ж А Это Некий Там Судя По Всему Будет У меня Вот Этот Наверное Оператор То Я Делаю Ветвление Моих Глеонных Лестниц Это Отвечает Вот Членам С Нелинейности Так На Картинке Мы Получим С Вами Вот Его И Его И Это Будет Как Бо В Явном Виде Получим Диаграмм Вот И Такие Процессы Замедляют Рассечения Теперь По Поводу Пертурбативных Непертурбативных И Вкладов Теорема Фроссер Это Вообще Отдельное Утверждение Имеющие Ничего Общего С Этими Это Как Общее Утверждение Теории Поля Что Вот Так Должно Быть А Это Мы Просто Взяли Какой-то Подряд Из Всего Ряда Теории Возмущения Про Суммирование У нас Получился Степенной Рост Но Это Значит Что То Что Мы Выкинули Оно Как-то Когда Суммировали Линейно Оно Существенно Да Я вам Покажу Вот Просто Оно По Утверждению На Сегодня Оно Насыщает Предел Фроссера Фактически То То Есть При Сейчас Значит Вот Такой График Нарисую График Такой Вот Здесь У меня Будет Логарифм Квадрат Я вам Покажу Красивый Потом Вот Здесь У меня Будет Соответственно Логарифм 1 на Х Вот И Теперь Вот Скажем Вот Здесь Где-то Есть Логарифм Лямбда Кхд Вот То Что В этой Области Меньше Лямбда Кхд Это Непертурбативная Область Там Мы Не умеем Считать Теорию Возмущения Вот Я ее Так Отрежу Это Значит Непертурбативная Область 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 Там Люди Строят Модели Для Описания Вот Сечений Здесь Вот Теория Реджи Которая Такая Которая Возникла Еще до Кхд Вот Она Вот Там Применима Теперь Значит Тут Есть Вот Такая Линия Она Даже Две Такие Линии Которые Определяют нам Границы Разных Областей Вот Конкретно Формулу Для этих Линий Мы В принципе С вами Выведем Вот На этой Плоскости Сразу Значит Хочу Напомнить Что Мы можем Скажем Двигаться Ну Мы можем Вот Скажем У нас Есть Значение Наших Нашей Какой-нибудь Функции Грина Или там Сечения Какой-то Точке При Значит Каком-то Х То есть При какой-то Энергии Значит С Да И при Каком-то Ку-квадрат Вот Мы посчитали Наше Сечение Спрашивается А каким Будет Сечение Если Мы Скажем Пойдем Сюда Будем Увеличивать Ку-квадрат На этот Вопрос Отвечает Уравнение Беглаб Которое Мы Проходили Или Пройдем Вот Скоро Значит Это уравнение Которое Говорит Как Меняются Функции Грина При Изменении Ку-квадрат И Вот Когда мы Идем Туда То Мы Увеличиваем Ку-квадрат При Фиксированном Х Когда Мы Увеличиваем Ку-квадрат При Фиксированном Х У нас Мы Фактически Идем В сторону Жестких Процессов Жесткие Процессы Это Когда Ку-квадрат Порядка С Вот И Ну Уравнение Деглат Я Не буду Ну Может Быть Я Буду Чуть Чуть Про Него Рассказывать Потом В Контексте Того Что Можно Идти Вот Туда Это Будет Связь Между Уравнениями Вот Которые Идут Туда И Которые Идут Туда Что Такое Уравнение Деглат Уравнение Деглат Оно Нам Дает ДЖ По Д Логарифм Ку-квадрат Равно Опять Какой То Оператор На Ж Оно Линейное Уравнение Деглат Вот Известны Все эти Операторы Вот И его Можно Решить И найти Как Функция Меняется Когда Мы Идем Туда Теперь Если Мы Идем Туда То Мы Держим Ку-квадрат И Значит Уменьшаем Х Это Означает Что Мы Делаем Вот Эти Логарифмы Большими Вот То Мы Идем В ту Область Где В Самый Вот Эти Полужесткий Процесс То То Это Туда Вот И Когда Мы Идем Туда Сначала Сначала Вот Здесь Сначала У нас Получается Что У нас Уравнение Ну Вот Эти Члены Функции Грина У нас Вообще Горя Малые Сначала Поэтому Вот Это Все Поправки Главный Член Вот Он Вот Это Линейное Уравнение У нас Происходит Вот Тот Самый Степенной Рост Который Я Вот Стер Только Что Вот Он Значит Наше Сечение Функции Грин Растут Рано 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 Поздно Мы Я Отсюда Начну Мы Идем Рано Или Поздно Мы Там Придем Куда То Очень Далеко Когда Вот Эти Поправки Нелинейные Начнут Работать В полную Силу И Вот Эта Область Где Существенные Ну И В общем То Основные Нелинейные Поправки Называется Конденсат Цветового Стекла Или Цветного Вот Вот Оно Пишется Как Клана Глаз Конденсат Так Область Один Скажем Один Вот Это Вот Это Эта Область Там Даже Когда Мы Попробуем Решить Уравнение Вот Скажем Мы Вообще Вот Это Все Выкинем Оставим Только Вот Скажем Нелинейные Члены Будем Его Там Решать Это Где-то Там Вот Здесь Так как Здесь Ку-квадрат Большое Характерный Ну Размер Портона Если хотите Он Маленький Вот И здесь Вот Эта Область Называется Область Портонного Газа То есть Там Портоны Вот Эти Глюоны Которые Здесь Излучаются В Волновой Функции Вот Сходные Частицы Они Не Взаимодействуют Друг с Другом Вот Это Область Портонного Газ Портонный Газ Вот Но Есть Еще Одна Область Третья Эта Область Называется Область Скейлинга Портонный Газ Скейлинг Скейлинг Что такое Скейлинг Скейлинг Это Переходная Область Фактически Это Где-то Вот Тут То есть Когда Заканчивается Степенной Рост Начинается Выполаживание При этом Происходят Замечательные Процессы Которые Наблюдаются Вот А именно Что Сечения Начинают Зависеть То есть У нас Есть две Переменных Есть Ку-квадрат И есть Х Соответственно Вот В области Три Кало Глаз Конденсат Значит Портонный Скейлинг Вот Три Я Напишу Там Сечение От Ку-квадрат И Х Начинают Зависеть Не отдельно От Ку-квадрат И Икс А от Их Комбинации Причем Вот В очень Большой Области Икс Соответственно И Ку-квадрат Я не знаю Сигма От Скажем Так Ку-квадрат На Ку-с Квадрат От Икс Я вот Так Напишу Где Ку-с Квадрат От Икс Ку-с Квадрат От Икс Эту формулу Мы выведем По крайней мере Постараемся Это Ну Некой Ку-ноль Квадрат На Е Степени Некой Константы Которая С С На Альфа С На Что тут У меня Игрек Ну Пусть там Дельта Игрек Вот То есть Вот Это Такая Вот Зависимость Есть Значит Что это означает Что Эффективно Генерируется Некий Масштаб Вот В системе Вот этих Глюонов Который Зависит От Значит Быстроты То есть От энергии И Все сечения Причем Это универсально Так вот Зависит На самом деле Не отдельно От энергии И характерного масштаба Поперечных импульсов А от Отношения Вот этого Характерного масштаба И Вот этого Коис Коис Называется Масштаб Насыщения Соответственно Вот Определить То есть Вот это Можно просто Посчитать Но это Одна линия Здесь Ну как правило Это вот Эта вот Линия Значит Коис Вот Икс Что ли Вот эта линия То есть Если мы Идем Дальше То Мы попадаем В область Ну Сильных Нелинейных полей Если мы Идем ниже То у нас Уравнение В основном Главные вклады В уравнение Это линейные Вот Но Вот этот Самый Скейлинг Вот такое Вот поведение Он Не только Значит Он справедлив Не только Вот на одной Линии А в некой вообще Области Довольно широкой Вот И вот Шириной Этой области То есть Вот эту вот Линию Мы тоже Найдем Вот То есть Область В которой Он справедлив Вот Нет Там И функциональная Зависимость Немножко будет По-моему Ну я не помню Я когда буду Выводить Я ее Запишу Явно Вот Там еще Впереди Что-то Вот Стоит По-моему Так Это был Скейлинг Это портонный Газ Вот Значит Это называется Вот Такое Поведение Зависит Геометрический Скейлинг По-моему Ну у меня Ссылка Есть Его В 2000 Там По-моему Четвертом Году В данных Нашли Он Нашли Соответственно Голик Бернат Вустхов И Анастас Но Ссылку Я могу Собственно Я график Сейчас покажу Вам Вот Дать Да Причем Этот скейлинг Нашелся Был найден Впервые На Е П То есть На Гере А потом Дальше Он Как бы Вот Много Где Находился И он Действительно Вот Сейчас Я картинку Покажу Это Такое Удивительное Явление Вот Но Что касается Вот Пертурбативно Не пертурбативно Не пертурбативно Тут А тут Все Пертурбативно Однако Плотность Глюонов То есть Просто Число Глюонов Вот Здесь Мала Вот А вот Здесь Она Велика То Есть Режим Пертурбативный Но Глюонная Функция Распределения Она Очень Велика Вот В этих Областях Вот Поэтому Мы можем сказать Что Как только Само поле Глюонное Становится Порядка Единиц На Альфа С Вот То Ну Наличие Нового Глюона Излучение Нового Глюона Не приводит К малости Ну В любых Из наших Наблюдаемых Так Хорошо Еще Еще Один График Я нарисую Так Сколько Время Так Ну Давайте Я нарисую Последний График Очень Быстро И покажу Картинки Мы на Закончим В принципе Я могу Очень часто Для Вот Рассматривают Как пример Диполь То есть Вот Фотон Летел Кварк Антикварк Родился Это Диполь Цветовой Да Вот И Амплитуду Скажем Рассеяния Вот Этого Диполя На Там Чем-то На Протоне Вот Если Я ее Назову Н И Нормирую Скажем Н Максимальная Н Которая Я могу Из Унитарности Получить Вот С Предела Да Вот Так И Нарисую График Н Как Функция R R Это Размер Диполя Если Я возьму Преобразование Фурье Это Будет Характерный Поперечный Импульс Диполя Так То есть Это Будет Мой Ку Квадрат Просто Для Диполя Обычно Это Делается В Координатном Представлении Вот То есть R Это Размер Диполя Да R Это У меня Порядка Единиц На Ку Вот То Вот Скажем Единицу Это Максимальное Значение Для Моей Амплитуды Вот Это N Я Нормировал Так Что Единица Максимальное Значение Я Смотрю Как Она Себя Ведет Значит Да Ведет Она Себя Как То Так Вот Сначала Она Растет Потом Она Сыщается Но Я Могу Вот Тут Найти Одну Вторую Да Ну Я В принципе Мог Какую Другую Но Одна Вторая Вот Сюда Спроектировать И Получить Некий Характерный Масштаб Так На котором Рост Переходит Выполаживание Это Характерный Масштаб Ну Тут У меня Лучше Наверное Ну Пусть Тогда Вот Это И Есть Характерный Характерная Длина Насыщения Соответственно Это Был Там Импульс Момент Импульс Насыщения Это Характерная Длина Вот То есть Это Другое Определение Ну Или Это В этом Смысле Явное Конструктивное Определение Как Находить Коэс Вот То есть За счет Нелинейных Эффектов У нас Всегда Вот Найдется Некий Масштаб На самом деле Это не столько Про диполь Сколько Про Ну в принципе При малых Вот При малых Расстояниях Да При малых Размерах Любую Функцию Грина Можно Разложить По диполям Это Утверждение Можно Его Доказать Вот А дальше На самом деле Это Универсальный Параметр Он Коэс Да Он Не зависит От того Это Диполь Там Я не знаю Протон Ядро Там И так Далее Вот Единственное Он Ведет Себя Это По-моему Даже Экспериментальный Факт Как А в степени Одна треть На Х в степени Что-то Типа Там Ноль Три Что-ли Ну Вот Это Вот Дельта Игрик Это Логарифм Единец На Х Экспонент Уберем Тут Получается Х В какой-то Степени Ну Эта Степень Порядка Ноль Три Констант Вот А Это Зависимость От Ядра Номера Ядра А Вот Числа Там Этих Самых Нуклонов Вот А Качественная Картинка Она Всегда Такая Вот Хорошо Давайте я вам покажу Картинки Да Внизу Вот Тут Да В этом Смысле Вот Этот Значит Диполь Он Как бы Ну Или Фотон Он Как это Горят Пробует Ядро Ну Ладно Да Так Сейчас Покажу Че Сейчас Это Самое Пойму Че Показываю А потом Свет Так Это Я Показываю Это Я Показываю Ну Давайте С этого Начнем Вау Так Вот Это Геометрический Скейлинг Сейчас Скажу Сейчас Секунду Это Это Просто Взял Чей-то Обзор И Соответственно Вот Значит Что Здесь Есть Что Вот Это Это Данные Геры Значит И Вот Это Тау Это Вот Та Самая Переменная Значит Ку Квадрат Насыщения Делить На Ку Квадрат Ку Квадрат Насыщение Зависит От Х Вот Вот Это Это Сечение Полное Сечение Соответственно Гамма П Так Вот И Мы Видим Что Вот В Области Значит Что Тут Х Меньше 001 А Ку Квадрат Там Что Типа От Нескольких Гэф До Чуть Найду Область Вот То есть Это Огромная Область По Иксу И По Ку Квадрат И Все Точки Все Течение Ложатся На Кривую Зависит Только От Вот Этой Вот Безразмерной По факту Переменной Вся Область Сжалась В Линию Да Вот То есть Это Некий Такой Вот Явно Наблюдаемый Эффект Да Вот Это Тау Это Вот Это Переменная Хорошо А Да Написано Вот Хорошо Теперь Это Значит Что Мне тут Это Я Нашел Так Это У Меня Вот Вот Эта Картинка Это У меня Х А Это Глюонная Функция Ну То есть Не глюонная А вообще Грубо говоря Число кварков В протоне Да Число С Кварков Там Д Кварков У Кварков Там Да И Глюонов Это На самом деле Ну Решение Уравнения Деглаб В некотором смысле Да Но Что Что Главное Что При Малых Х Вот Х Минус 10 Минус Четвертый В протоне В основном Глюоны Да То есть Вот Это Помножить на 0.05 То есть Это Очень Высоко То есть Кварков Там Мало По сравнению С глюонами Поэтому Я всегда Здесь Рисовал Одни Глюоны Вот И мы Видим Что Если Мы Идем Вот По этой Картинке Вверх То есть Уменьшаем Х Да То Число Глюонов В протоне Ну И соответственно В ядре Где хотите Да Оно Увеличивается Причем Очень Резко Это Отражение Вот Того Же Роста Вот Это Поэтому Говорят Что Вот Туда Направление Вверх Это Направление К Большим Плотностям Глюонов Вот Здесь Глюонов Мало Как Видно Да Вот Это Значит Это Картинка Потом Вот Эта Картинка Эта Картинка Так Сейчас Это Не самая Лучшая Картинка Она У меня В другом Месте Открыта Вот Это Точно Тоже Самая Картинка Только Вот Без Масштабирования Глюонов Вот Они Очень Высоко Идут Сейчас Сейчас Вот Эта Картинка Которую Хотел Здесь Она Лучше Значит Вот Это Диаграмма Для Соткновения Двух Ядер То Это Световой Конус Одно Ядро Летит Очень быстро Практически Со скоростью Свет Туда Второе Сюда Они Сталкиваются Вот И Как Происходит Ну Какие Фазы Там Есть То Сначала Вот Здесь Вот Ядра Представляется Вот Этими Волновыми Функциями Которые Да З Это Ось Пучков Т Это Время Вот Они Летят По Оси Пучков Сталкиваются А Нарисовано Что? А Нарисовано В этом Смысле Это Если Хочешь Это Инвариантное Время Вот То То Это Диаграмма Специальной Теории Относительности Специальной Теории Относительности Области Это Первые Доли Секунды От Столкновения Это Как бы Этки В смысле Области Равного Времени Да Это Эволюция По Времени Вот То То Тут Сначала Летят Ядра Которые Представляются Как Волновые Функции С Огромным Числом Вот Этих Глеонов И Там Есть Там Есть Характерный У каждого Этих Ядер В зависимости От Разности Быстрот Есть Характерный Масштаб Насыщения Соответственно Характерный Для этих Ядер Для каждого Из ядер Да И Они Как правило Вот здесь То есть Это В этой Области Ядра Перед Столкновением То есть Это Область Конденсации Того Стекла Потом Они Сталкиваются Возникает Ну То Что Называется Гласма Это Когда Вот Они Пролетели Только Друг Через Друга И Вот Эти Все Цветовые Поля Вытянулись В трубки Фактически Эти Трубки Как Там Вот Так Перепутались Вот Дальше Кваргленная Плазма Которая Уже Фактически Должна Описываться Гидродинамикой Ну И Потом Вот Здесь Вот Эта Область Остывания Область Опять Это Газа И Полетели Уже Ну Частицы Адрон Вот Это Это То Что Называется Я думаю Фрез Аут Это Так Называется То Есть Была Плазма То Есть Это Состояние Одной Большой Вот Не знаю Лужи Которая Распалась На На Капли С Которые Уже В Которых Произошел Конфаймин Да Дальше Дальше Полетели Ну Да Скажем Пионы Там Протоны Все Что Хочешь То То есть Это Адронизация Во Слово Вспомнил Произошло это вот эта картинка которую я изображал значит вот это не пертурбативная область область конденсата вот эта область скейлинга значит вот это собственно вот та формула экспоненциально про которую я говорил но вот вот здесь вот форму меняется вот в этой области есть скейлинг значит теперь да тут нарисовано это последняя картинка то я покажу да что-то нарисовано тут нарисованы границы конкретных детекторов вот сколько там и главное что я не сказал во всем своем введении вот это уравнение называется уровень деглав уравнение который ведет вверх то есть уравнение которое фактически здесь писал значит линейная его часть называется уравнение бфкл с балицкого фагина кураева-липатова нелинейные поправки к нему это уже уравнение соответственно балицкого ковчегова и уравнение джим волк но о них мы будем говорить дальше вот то есть что здесь прессу вот что это за линии значит вот скажем за красная да тут показано в некотором смысле универсальность вот я говорил что характерный масштаб насыщения он зависит от но он не зависит от природы фактически частицы он зависит только от x ну и и и рапидите здесь нарисовано да он зависит от x а число нуку ну число наклонов да но число наклонов она вот 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 он нарисован число наклонов на самом деле это как бы к объемный должна быть картинка вот то есть утверждение состоит в том что области на этой диаграмме которые перекрываются различными установками не так одна и та же область на диаграмме может быть доступна на скажем герри и на элит то есть скажем с протонами и с ядрами ну и так далее вот собственно вот так то есть вот у меня было там написано а степени одна треть делить на x там в какой-то степени да то есть если я беру скажем протоны у меня там а маленькая да соответственно мне x можно брать не такой боль не такое маленькая да вот это у меня будет скажем там гера до чтобы достичь того же самого момента qs я могу я могу достичь того же самого момента qs если возьму большое ядро но соответственно подгоню x таким вот вот и поэтому то что люди сейчас делают они скажем на герри научились находить какие-то вещи с помощью этой теории их применяют на элитис завод ну вот потому что ну параметр который все определяет момент насыщения фактически в области как минимум вот скейлинга вот вот наверно все если я что-то забыл то я расскажу в следующий раз все спасибо